С корабля не на бал, на уборку. Буквально в нескольких метрах самая большая река Европы, а будущие штурманы и боцманы вырошат снег на территории детского сада номер 144. Михаил Москаленко, пока только первокурсник, учится в университете водного транспорта на электромеханика. Мечты самые смелые. Хочет стать капитаном корабля дальнего плавания. Уборка на суше, говорит, как тренировка. Поначалу и ему придется палубу драйвить. Легко, конечно. Для доброго дела. Но это очень нужная вещь, потому что люди должны заниматься чем-то, помимо того, что они учатся, помогать людям. На уборку студенты выходят практически каждый день. В ВУЗе работает волонтерское движение. Сейчас в университете водного транспорта учатся порядка 400 человек. Многие помогают общественным организациям, больницам, детским садам. Будущие покорители морей взять в руки лопаты, как настоящие пионеры, всегда готовы. Это тоже сплачивает их, как коллектив студенческий. Плюс еще они, мне кажется, получают свое какое-то внутреннее удовлетворение для того, что они приносят пользу нашему городу, району. На просьбу убраться у детского сада волонтеры отреагировали, не раздумывая. Мы хотим, чтобы наш город, наша территория была краше. Поэтому обращаюсь за помощью к студентам. И хочу сейчас всех поблагодарить. Молодцы ребята. Благоустройство города в этом году началось раньше обычного. На улицу, вооружившись инвентарем, ежедневно выходят школьники, студенты, сотрудники коммунальных служб, работники предприятий, общественных организаций. Кульминацией большой генеральной уборки станет субботник, который состоится 18 апреля. Принять в нем участие могут все неравнодушные жители города. Алина Чемерис, Алексей Золотенков, События. Редактор субботник Корректор А.Егорова